Довольно часто разработчики футуристических стратегий на разные лады рассказывают одну и ту же историю. По крайней мере о том, как люди сошлись в неравном бою с ордами инопланетных тварей и одержали убедительную победу. Мы слышали не раз. В Universe at War Earth Assault хватает порядком надоевших штампов, однако сюжет игры нельзя обвинить в отсутствии оригинальности. Орда иерархии уже долгое время блуждает по просторам Вселенной и опустошает попадающиеся на пути планеты с большим запасом ресурсов. В 2012 году кочевники атаковали Землю. Пехота, бронетехника и авиация оказались бессильны против стальных громадин. Кстати, по своей конструкции боевые машины захватчиков напоминают марсианские треножники из знаменитого романа Герберта Уэллса «Война миров». Довольно быстро враги взяли под контроль почти все страны. Лишь кое-где оставались небольшие очаги сопротивления. Дни человечества были сочтены. Нежданно-негаданно на помощь подоспели разумные роботы Новусы под предводительством девушки по имени Мирабель. Со временем в войну ввязалась еще одна раса. Оказывается, на дне океана покоились инопланетные существа Масари. Около 10 тысяч лет назад они из лучших побуждений создали расу иерархии. Через некоторое время объект эксперимента вышел из-под контроля и заставил своих хозяев искать укрытие на далекой земле. Людям досталась незначительная роль лишь в одиночной кампании игры. В сетевых и баталиях нам позволяют управлять исключительно инопланетянами. Каждая противоборствующая сторона обладает уникальным набором юнитов. В армии иерархии сильнее всех уолкеры. На фоне этих огромных металлических конструкций вся остальная техника выглядит как лилипуты рядом с гулливером. В пустующих слотах игрок может разместить мощные плазменные пушки, дополнительную броню или другие навороты. Кроме того, одним кликом мыши уолкеры из ходячих крепостей превращаются в заводы по производству более слабых юнитов. Новусы делают ставку на квантовые технологии. Если поставить на определенном расстоянии друг от друга специальные передатчики и построить генераторы энергии, то подразделения смогут перемещаться из одного участка карты в другой за считанные доли секунды. Юниты Масари умеют использовать светлые и темные боевые режимы. Первый значительно расширяет область обзора, но уменьшает скорость передвижения. Второй наоборот, увеличивает запасы брони, но делает юниты близорукими. Впечатление от неплохого геймплея портит довольно простенькая графика. Во время просмотра шикарного вступительного ролика может показаться, что компания Petroglyph Games наконец-то доросла до такого уровня, чтобы на равных тягаться с самыми именитыми конкурентами в своем жанре. Увы, красочная заставка оказалась пресловутым фасадом, за которым скрываются все остальные части старенького здания. Разработчики постарались отвлечь внимание игроков от скучного дизайна уровней и неказистых моделей юнитов обилием спецэффектов. Сражения напоминают пиротехнические представления. Каждые 10-15 секунд глаза ослепляют взрывы. Темное небо то и дело освещает лучи всех цветов радуги, а полупрозрачные защитные купола новусов окутывают добрую половину экрана. Однако со временем ты перестаешь обращать внимание на безумное пиршество цветов и начинаешь все чаще и чаще отмечать, насколько сильно устарел движок Алама. А ведь каких-то два года назад он неплохо смотрелся в Star Wars Empire at War. Стоит заметить, что Universe at War Earth Assault — это всего лишь первая часть из намеченной Петроглифгеймс-трилогии. Какими будут новые эпизоды, пока неизвестно. Но одно можно сказать с уверенностью. Если разработчики хотят создать не очередной добротный середнячок, а настоящий хит, им пора переходить на новую графическую технологию.